Глубоко уважаемые председатели, уважаемые коллеги, в первую очередь позвольте поблагодарить организаторов этого конгресса и лично вас, Татьяна Юрьевна, за приглашение. Я у вас впервые, поэтому немного волнуюсь и постараюсь кратко изложить то, что знаю по лечению. Тема сегодня у меня лекарственное лечение глиобластом. Будут подведены итоги не только 2019 года, но и итоги, как уже Светлана Анатольевна справедливо заметила, моей, нашей работы. Будут представлены несколько сейчас уважаемой аудитории вопросов. Три вопроса в начале и в конце доклада. И мы посмотрим, насколько изменится ваше мнение, смогу ли я вас убедить в процессе своего доклада, или ваше мнение по ним останется неизменным. За исключением одного вопроса, который будет в Кейз Репот. Итак, первый вопрос. Что, по вашему мнению, влияет на продолжительность жизни пациентов с первичной глиобластомой со статистической достоверностью? Вот максимально один правильный ответ. Пол, возраст, раса больного или объем поражения? Сложно даже нейрохирургам, поверьте. О, здорово. Ну что ж, хорошо, запомним. Следующий вопрос. Он тот же самый. Четыре варианта ответов. Выраженный отек вещества мозга вокруг опухоли на первом МРТ-исследовании. Сопутствующий сахарный диабет или курение. Проведение лучевой терапии с тимозоламидом и монотерапией в адевантном режиме тимозоламидом свыше шести циклов. И молекулярные ИГХ-маркеры, которые представлены в скобочках. Отек, диабет. Лучи с химиотерапией или молекулярные ИГХ-маркеры. В большей степени, по вашему мнению. Купились на молекулярные маркеры. Даже есть второй, сахарный диабет. Фантастика. Хорошо, запомнили. Тот же самый вопрос. Ну, чтобы запомнили к концу доклада. Число операций. Он сложнее. Степень радикальности, подчеркиваю, при первом хирургическом вмешательстве. Молекулярные маркеры, указанные в скобочках. Это метилирование промоутера гена МГМТ или экспрессия. Без разницы, что вы определяете. Методы достаточно сопоставимы. Мутация в генах АйДиЭч и ничего из перечисленного. Максимально, по вашему мнению, что влияет. Ответили почти как нейрохирурги. Посмотрим, что будет в конце. Итак, первый фактор – возраст. Пожалуй, из всех изучаемых показателей, которые бы могли влиять на продолжительность жизни, возраст. Из всех значимых публикаций, самое однозначное мнение – молодой возраст влияет на безрецидивную и общую продолжительность жизни. По данным нашего исследования, пациенты от 18 до 45 лет имели наилучшие показатели и безрецидивной, и общей выживаемости по сравнению с другими группами пациентов со статистической значимой разницей. Степень сетередукции. Очень жаркий слайд, особенно когда выступать приходится в нейрохирургической аудитории. Почему? Вопросы на самом деле начинаются с самого начала. Что назвать субтотальной резекцией? Что понимается под биопсией или под частичным удалением? И вообще, насколько корректно при удалении глиобластома говорить о тотальности удаления, когда опухоль имеет замещающий рост, без четких границ? Мне больше импонирует не тотальное удаление, а или близко к тотальному, или макроскопические тотальные удаления. Ну, не стало просто усложнять слайд, а ставим тотальное удаление. Та градация, которая здесь представлена, это результат большого обзора литературы, и этой градацией пользуется у нас в Институте Поленова. Что мы получили в нашем исследовании? Да, выживаемость была лучше, но, к сожалению, обратите внимание, перекрещиваются кривые выживаемости без статистически значимых различий. То есть степень сетередукции у пациентов с глиобластомой со статистической достоверностью не влияют на выживаемость. Достоверные различия были только в группе пациентов с неблагоприятным биологическим подтипом. Это с высоким уровнем экспрессии гена MGMT при сравнении биопсии и тотального удаления. Да, там да, потому что химиотерапия там, к сожалению, первой линии не работает хорошо. Дальше. Проведение лучевой терапии. Очень важная опция, поскольку при отсутствии проведения лучевой терапии медиана безрецидивной выживаемости – ноль. При проведении лучевой терапии без темодала – 7,8 месяцев. И при добавлении темозоламида – 12 месяцев. Получены статистически значимые различия. Также общая продолжительность жизни у пациентов, которым в первой линии провели лучевую терапию с темозоламидом, составляет 22 месяца по сравнению с пациентами 7 месяцев, даже меньше 8 месяцев, без лучевой терапии. Проведение первой линии химиотерапии сравнивали три режима. Темодал от 2 до 5 циклов, темодал 6 циклов и выше, и схема PCV или CV. Обратите внимание, самый худший показатель безрецидивной выживаемости был при терапии PCV и CV. Химиотерапия от 2 до 5 циклов темодала – 6,6 всего месяцев. И 15,8 при интенсивном режиме проведения химиотерапии темозоламидом. Также лучше и общая продолжительность жизни – 25 месяцев по сравнению с 14 и 18 месяцами. Ответ на терапию первой линии. Если бы меня спросили, что самое важное в лечении пациентов с глиобластомой, я бы сказала, по возможности добиться объективного ответа. Поскольку только он способен всерьез увеличить и безрецидивную, и общую выживаемость. Я прошу прощения, общую выживаемость по сравнению со стабилизацией. Увеличение на 17 месяцев для глиобластома – это фантастические цифры. И на почти 27 месяцев по сравнению с группой пациентов, у которых развился рецидив заболевания на первом контрольном МРТ. И обратите, пожалуйста, внимание, общая выживаемость пациентов, у которых удалось достичь частичного или полного ответа – 36 месяцев. То есть пациенты перешагнули за порог трех лет. Это долгоживущие пациенты с глиобластомой. Мы не получили статистически значимое влияние на общую продолжительность жизни, числа проведенных операций и меньшего объема поражения. Почему так? Думаю, ответ кроется в том, что глиобластома – это ведь только морфологический диагноз, один на всех. На самом деле это очень разные биологические подтипы. Не просто так в последней классификации ВОЗ с 2016 года прямо в диагнозе просят выносить наличие или отсутствие мутации в генах IDH. К огромному сожалению, для первичной глиобластомы, подчеркиваю, первичной глиобластомы, этот показатель очень редок. Средняя температура по Европе и у нас 5%. От 2 до максимум 10%. Это пациенты, которые имеют выгоду в безрецидивной и общей продолжительности жизни, имея всего одну мутацию. Мы также получили статистически достоверную разницу. Посмотрите, на 12 месяцев было лучше медиально-безрецидивной выживаемости и на 14 месяцев общей продолжительности жизни. Мы не получили достоверных различий, потому что только у 6 из 112 пациентов эта мутация была обнаружена. Второй очень важный ген – это ген МГНТ. Исходя из клинического течения заболевания, мы сначала выделяли средний, низкий и высокий уровень экспрессии в лаборатории геннаумов еще именитого. Но со временем решили избавиться от одного уровня, и проще все-таки высокий и низкий. И таким образом получили две подгруппы пациентов. Первая подгруппа с благоприятным течением заболевания, с низким уровнем экспрессии гена МГНТ, и вторая группа с неблагоприятным биологическим подтипом. И на слайде мы видим зависимость безрецидивной продолжительности жизни в зависимости от экспрессии МРНК гена МГНТ и от того, какая тактика лучевой терапии была выбрана. Добавление тимодала к лучевой терапии привело к значительному увеличению безрецидивной выживаемости, но только у пациентов с низкой экспрессией гена МГНТ. У пациентов с высокой экспрессией добавление тимозоламида к лучевой терапии серьезно не повлияло на медиану. Выбор первой линии лекарственной терапии по аналогии с предыдущим слайдом, самая лучшая выживаемость была у пациентов с низкой экспрессией гена и при терапии, интенсивной терапией тимодалом 6 циклов и выше. Разница с группой пациентов с высоким уровнем экспрессии гена МГНТ 11 месяцев практически составила. В свое время мы задались вопросом, наличие низкого уровня экспрессии гена МГНТ без сопутствующей химиотерапии поможет пациенту или нет, изменит выживаемость или нет. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы отдельно выделили группу 37 пациентов, у которых достигнута была общая выживаемость с низким уровнем экспрессии гена. Первая группа пациентов 27 больных, которым проводилась терапия, химиотерапия. И вторая группа 10 пациентов, которые отказались от лечения, как бы мы их не убеждали. Что у нас получилось? Обратите внимание, синяя кривая – это пациенты, которым не проводилась химиотерапия. Казалось бы, благоприятная подгруппа, благоприятный биологический потип. Но если этой группе пациентов мы не назначим химиотерапию, выгоды от этого пациента в выживаемости не будет. Этот показатель работает только при назначении интенсивной химиотерапии тимозаламидом. И зелёная линия – это безрецидивная и общая продолжительная жизнь у пациентов, которые получили интенсивный тимозаламид в первой линии лечения. Короткое наблюдение из практики. Я уже заканчиваю. Пациент 38 лет, стереотоксическая биопсия опухоли, гистологическое заключение глиобластома, глиобластома с IDH-мутацией и низким уровнем экспрессии гена NGMT. Вопрос для голосования. Какова предполагаемая продолжительность жизни больного с первичной глиобластомой, которому выполнили стереотоксическую биопсию при комплексном лечении? Больной получил протонную терапию и химиотерапию тимозаламидом. Опухоль локализовалась в глубоких отделах левой лобной доли, доминантная полушария. Оперировать было нельзя. Есть голосование, да? Есть возможность проголосовать? 10 секунд буквально. Хорошо. Первый вариант ответа. До 6 месяцев, каким бы лечение ни было, потому что пациент не оперирован. 12 месяцев, это стандарт, все говорят, средняя выживаемость больных с глиобластомой год. Более 5 лет при проведении интенсивной терапии и не более 24 месяцев даже в случае интенсивного лечения. Знаете, все-таки нашлись люди. А, их меньше становится. Здорово. Как я сказала, пациенту провели протонную терапию с тимозаламидом, ежедневный режим приема. И на 15 циклов тимозаламида удалось достигнуть полного ответа по данным МРТ и по данным ПЭД с метионином. Безрецидивная продолжительность жизни более 9 лет с первичной глиобластомой. Общая продолжительность жизни более 10. Пациента не заставить сделать МРТ. Убеждала в октябре. Надеюсь увидеть снимки. Пока озеро не замерзло, он рыбак. Это, конечно, эксклюзивный случай. Такой пациент у меня единственный с 10-летней выживаемостью. Пациенты, которые прожили больше 3 лет, они есть. По данным нашего исследования, 19,6%. Мы считаем это достижением работы большого числа специалистов. Но такой пациент у нас единственный. Возвращаемся к вопросам, которые были в самом начале доклада. Что влияет на продолжительность жизни? Пол, возраст, раса, объем поражения. Убедила я вас или нет? Я не настаиваю. Мне важно ваше мнение. На самом деле, если набрать в ПАБ-меде глиобластома, на вечер вчерашнего дня высвечивается 35 585 публикаций. Толковых исследований, которые бы всерьез изучали факторы влияния на прогноз, но будут в районе 15 тысяч. Мнения будут самые разные. Причем кто-то считает, что объем поражения остался. Возраст на самом деле считается основным из показателей. Отек, сахарный диабет, проведение интенсивного лечения или молекулярные маркеры КИ-67, П-53, КД-1, П-19. Есть исследования, в которых всерьез обсуждается, что женщины живут дольше даже при глиобластоме по сравнению с мужчинами. Так что можно на свой вкус и цвет из 35 тысяч найти себе союзника. Спасибо. Перескочили. Число операций циторедукция молекулярные маркеры или ничего из перечисленного? Почему акцентировала относительно первичного удаления опухоли? Потому что при рецидиве, когда опухоль изменяется, она уже не та. И МГМТ неизвестно, будет ли работать или нет. У нас пока такие данные, что при рецидиве МГМТ не особо работает. И во многом всё меняется. И в данном случае уже степень радикальности при повторном хирургическом вмешательстве достоверно увеличивает выживаемость. Ну, здорово. Благодарю за внимание. 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 Продолжение следует...